Акция «Библионочь» 19 апреля состоялась во многих городах России. В Искитиме ее темой стал Союз Советских Социалистических Республик с его культурой, историей и традициями. И дети, и взрослые были в восторге от советского мороженого и других символов ушедшей эпохи. Мне очень понравилось, очень весело. Ребятишки принимали очень активное участие. Прозвучала песня из детства, из нашего, из советского «Оранжевое солнце», «Оранжевый верблюд». Я даже пыталась там что-то подпевать. Оказалось, что дети знают хотя бы припев. Это очень здорово. Ну и замечательно, что вот такая тема сегодня интересная выбрана. Она детям тоже очень интересная, я думаю, эта тема. Советский Союз. Посвящена Советскому Союзу. Если для старшего поколения ностальгия по советскому прошлому связана с реальными воспоминаниями, то для сегодняшних детей библиотекари постарались воспроизвести реалии Союза Советских Социалистических Республик. Сначала была пионерская идея, пионерский лагерь, отряды. Детей разделили на отряды, вожатые, советские песни, любимые пионеры. И самое главное, мы здесь делали советскую зарядку. У нас была советская зарядка, которая раньше звучала в радиоприемниках, а потом перешла на современную песню. И дети здесь потанцевали. Ребята-волонтеры помогали, показывали движение. То есть как-то было так достаточно интересно, достаточно весело. И потом уже у нас дорогая наша буфетчица пригласила нас посмотреть, как же у нас советское мороженое делать. Не только понаблюдать за процессом изготовления мороженого, но и поучаствовать в различных опытах и экспериментах по замораживанию яблока, листьев салата и других продуктов жидким азотом удалось гостям библиотеки. А сейчас, ребята, самое-самое интересное. Берем и попускаем, попускаем. Так, что уже началась, попускаем. Молодец. Пусть, 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 поройте. Давай. Еще, давай. Давай. Давай, пускай. Пускай. Сейчас нужна полная тишина, чтобы вас слушать. Слышите? Да. Что вы думаете? Сейчас будет письма. Молчание. Молчание. Они засорживают. Бактерии лопаются. И гнидет. Да, они гнидет. Глазно? А не гнидет. Моржится. Живой организм. Они ходят сюда. И делают там. Интересно. Азота. В ходе криошоу ребята узнали, какими еще полезными свойствами для науки, медицины, косметологии и пищевой отрасли обладает азот. Сами поучаствовали в процессе изготовления мороженого из молока, сгущенки и жидкого азота. И с удовольствием отведали лакомство. Вкусно, между прочим. Мне кажется, самым увлекательным были эксперименты. Первый эксперимент, когда наливали азот на руку. Потом, когда сделали стеклянную розу. И вообще, мне кажется, все эксперименты создали очень большие впечатления, такие невероятные. Я очень довольна. Вообще, в библиотеке есть всегда мероприятия. Мне их всегда интересно. В этих мероприятиях. Потому что здесь можно, например, подружиться с новыми друзьями. Можно сделать много нового. Можно также развить творческие. И действительно, самореализоваться у ребят в ходе акции «Библионочь» было великое множество способов. В читальном зале по наглядному экспонату советской игрушки «Буратино» детям предстояло слепить его копию из пластилина. И это только начало. Все по-советски. То есть мы здесь, как уголок рукопожатий, где вот раньше во дворах силой мерились, да, руками. Вот мы тут будем силой мериться. Мы будем играть в крестики-нолики, будем играть в танчики, мы будем играть в шахматы, домино. То есть все, что было в советских дворах. Параллельно на улице ребята сдавали нормы ГТО. Во дворе библиотеки волонтеры приготовили для них квест-игру «Будь готов». Знание правил дорожного движения, прыжки на скакалке, упражнения с обручем и бросание мяча в корзину – все эти и другие испытания девчонки и мальчишки сдавали на пятерки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, еще чуть-чуть, одиннадцать, двенадцать, 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 пятнадцать, пятнадцать, молодец. Самым запоминающим проходить ГТО была самым интересным дорожка Гулливера. Там надо было пройти маленькими сажей. Я вот смотрю, у тебя все оценки пятерки стоят, и знаю правила дорожного движения. Я аптечку собрал, все было легко? Ну да, в библиотеке мне понравилось, как мы участвовали проходить ГТО. И для взрослых посетителей библиотеки «Библионочь» готовила увлекательные встречи и приятные впечатления. Придет к нам Виктор Матвеевич Павлов, который был раньше, как сказать, он автор-исполнитель. На фестивалях авторской песни он присутствовал. И в его исполнении будут песни, его авторские. Потом придет вокальная группа у нас, поем песни, будут все опять же советские. Мы вспомним и солнышко, милое мое солнышко лесное, и весело, ребята, строим БАМ. Программа называется «От тур костров до БАМа». То есть вот истории песен советских, все мы попробуем вспомнить, как-то восстановить вот это вот. И будут викторины интересные, разыграем банку с гущенки по талонам. А вечером у нас проходит фестиваль «Арт-кино». И первый тур этого фестиваля пройдет сегодня здесь у нас в библиотеке с 8 до 10 вечера. Будем просматривать любительские каркотометражные фильмы, ставить оценки. Затем уже второй и третий этап пройдет 26-27. И все же главным в организации «Библионочи», которая в Искитиме проходит уже в пятый год подряд, является привлечение новых читателей. Библиотекари наглядно продемонстрировали, что библиотека является центром досуга. Здесь много мероприятий, посещая которые, можно и книгу взять на абонементе. Причем практика доказывает, что далеко не все можно найти в интернете. Многие книги сейчас, особенно те, которые еще старые, советского времени, их трудно достать, они не переиздаются. Многие отрасли в этих книгах тоже их очень трудно достать. Вот, например, мне бортничество было интересно, я пытался найти это бортничество просто в магазине. К сожалению, мне не смогли помочь, поэтому вот решил записаться. А в библиотеке здесь сегодня нашли уже нужную книгу? Да. Записались сегодня, ведь вы не одни? Да, с ребенком. Ребенка скоро, скоро у него каникулы, на лето ему все-таки поможет со списком литературы. Придем, смотрим, это лучше, чем покупать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова